Всех приветствую на своем канале. Я решила открыть новую рубрику, посвященную аниме и манге. Буду рассказывать про аниме, о котором я смотрела, мое мнение, что-то советовать, объединять там какие-нибудь 2-3 аниме, как мне кажется, в одну примерную линию. Ну и про мангу. Я долго думала, с чего конкретно начать, но что-то вот, как говорит лапка 90, любитель поздних видео Лёля, я проснулась в среде ночи и решила, а почему бы не начать с аниме и манге под общим таким названием, посвященным девочке-волшебнице Мадоке. Я, конечно, не Мадок, а парик не тот, хотя в каком-то месте я очень такая себе Мадока, скажем так, но вообще, если у вас есть розовый парик, я буду не против, если вы мне его задарите. Если вы не смотрели аниме, то, возможно, тут будут, так сказать, некоторые спойлеры, спойлеры. Короче, я их путаю, но вот те, эти моменты, из-за которых, возможно, вам не захочется смотреть аниме. Если вам пофиг, и вы не смотрели аниме «Девочка-волшебница Мадока», и если вы даже услышите что-то такое, что вам раскроет тайны бытия этого аниме, но вам все равно захочется его посмотреть, то приглашаю вас к просмотру, к дальнейшему. В общем, я не сколько про аниме хотела поговорить, а про мангу, которую я перевожу. У меня уже есть две главы в релизе, и одна в процессе бытия. В этом году я впервые засела чисто за свой скандинь, а не что-то там для «Рейндропс», или что-то там для япониста из «Рейндропс». Ну, манга называется «Девочка-волшебница», если традиционно. Ну, скажем так, я ее чисто сократила. Ну, «Девочка-волшебница», ну, понятно, что не «Мальчик-волшебница». В «Волшебницах Амура-Тамура» параллельные миры иногда пересекаются. Вообще, английский вариант там был несколько иной перевода, но смысл тот же самый. Я просто решила, что надо внести нотку своего какого-то стиля, потому что, допустим, вот Хадзи, наш японист, выпускает мангу, перед Новым годом я слегка туда приложилась, «Месть Хамуры». И он как считает, что там вот один стиль, там у него вот один аниме-айс, везде аниме-айс, 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 и где крик, там я не помню название, но шрифт слегка другой. У меня что-то, я думала, что вот это, кстати, это не манга, ну, в смысле, это, конечно, манга, но раздел такой «Ёнкома». Там, как объяснить, что такое «Ёнкома»? Это «Ён» это 4, значит, в японском «Кома». Насчет «Кома» я еще не смотрела, не гуглила, не индексила, в словарь не заглядывала. Я, конечно, его достану, но заглядывать сейчас не буду, просто покажу вот словарь. Один из словарей, самый большой такой, крупный. Короче, если манга в обычном таком понятии, это, ну, я думаю, представляете, просто у меня нет ни одной бумажной манги совершенно, у меня вот есть только эта «Ёнкома», вот на этом телефоне, я покупала год назад, уже год с лишним назад, за свои кровные монетки на Google Play, в этих самых книжках. Первые два тома, вообще всего три тома, на английском я тогда покупала, и загорелась у меня такая идея, злой, я хочу ее, типа, делать, мне на наш японец, типа, да ты че, да, типа, ну, у тебя и так всего дофига, и вот ты-то еще даже ничего не пробовала, как-то, в общем, еще оно не пойдет, не пойдет, на самом деле пошло. Даже один комментарий есть под мангой, на «Ридманге», вот там вот, в той части форума, где, вот, скажем так, можно сказать спасибо за мангу, или как-то так, вот, не именно под страничками, под страничками тоже есть. Я, конечно, написала себе маленький план, вообще это была краткая история, история истории, и немножко по-другому представляла, но так как это было первое видео, я думаю, вы мне простите, что такой вот у меня, как обычный сумбур. А, в общем, как бы, я принесла в этот перевоз слегка своего стиля, ну, и я думала, что у меня пойдет очень легко, там, каким-нибудь одним аниме, айсом, но в результате, видимо, я как-то после Судзуны, про нее тоже думаю потом рассказать, это тоже из серии «Девочек-волшебниц». «Девочка-волшебница» Судзуны, это моя первая манга, самоличность черная, вне кого-то там, ну, вообще продолжена, потому что я там две главы была, и с третьей по шестнадцатую забросили, и Лёля подобрала. Лёля любит все такое вот подбирать, видимо. Интересное, мало кому интересное, но очень такое специфическое. И, в общем, я как-то после Судзуна поняла, что вот у каждого персонажа, практически у каждого персонажа должен быть свой вот шрифт в гимпе. Ну, вообще, люди-то в фотошопе в основном делают, говорят, а в гимпе. И как-то вот у меня, я-то думала, все быстро, вот, легко, ну, как бы легко, ну, над каждым шрифтом, над каждым диалогом приходится думать. В общем, манга, как я говорила, манга, ну, обычно это краткий такой перевод на русский язык для тех, кто не понимает, как у меня тут вот в стриме предыдущем хлорка была, это красивущая, или как там ее, в общем, это хлорка была, и она выпивала ее, гугль-то забанил, вообще остальные все поисковики, ну, в общем, что такое манга? Манга-то японский комикс, ну, много-много картинок, мало текста, иногда много текста и много картинок. Когда как повезет, мечта переводчика, мало текста, много картинок. Чья-то цитата, кстати, вот это вот, про мечту переводчика. А Янкома, это, допустим, листик такой, и четыре столбика, сначала вы считаете, два столбика по четыре вот картинки, таких вот квадратика. Сначала вы читаете справа налево вот это, сверху вниз вот эти четыре картинки, потом переходите к другому столбику. Это чисто вот моим языком выражается, если вы ни в фига не поняли, то загуглите в Яндекс или еще куда-нибудь Янкому и прочитайте там какой-нибудь Википедии. И, в общем, вот это вот манга, которая Янкома, в которой три тома Тангабона. Я не помню, поскольку глав. У меня есть только два тома, как я уже говорила, чисто мной купленные. Но самое интересное, какое у меня было это негодою, когда Лёля увидела, что в сети это вообще в общем доступе лежит где-то, ну, через год. У меня, значит, купила два томика этой электронного варианта, этой Тамуры-Тамуры. Кстати, почему Тамура, ну, вообще, забегая вперед, это будет ясно в первой главе. И, значит, я как-то, может, даже второй, вообще, балдец, я как-то это, первый все-таки, так офигела, думаю, надо же, ну, я купила, наверное, это только продается. Тут везде выкладывают, 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 жалко, что вот был такой шикарный сайт Бататой, и админ семь лет пахал, выходных себе не делал, личной жизни у админа не было, я так поняла, по его огромному такому посту. В общем, он семь лет отпахал и решил закрыть это Бататой, и вот там был испанский перевод этой Хамуры-Тамуры. Я когда выкладывала первую главу, смотрю, у них уже две главы, когда выкладывала вторую главу, смотрю, у них три или четыре, и я себе сканы подцапала, но, к сожалению, они бесследно исчезли вместе с Минт, Мате, Роса, Роса, 17 и 3 в папке, в одной единственной, которая не успела ее забэкапить. Короче говоря, в общем, правда, я в интернете пока больше не видела. Есть она на английском практически вся. Если вы умеете в японский, и может, и вам неинтересен весь этот мой поток сознания, то можете загуглить где-нибудь в японском интернете или вообще в Японии, бываете, купить эту все три томика, почитать, поржать и идти дальше по жизни. Если вы умеете в английский, вам лень ждать улиточку Лёлю, то загуглите Хамуру Тамуру и читайте там 21, по-моему, сейчас глава в интернете есть в переводе. Ну, возможно, уже больше. Ну, вот на том сайте, где я нашла, как бы 21 была. Я не помню, сколько у меня в этих двух томиках всего вообще сумма этих глав. Кажется, в первом все-таки 10 или типа того. Надо было глянуть. Ну, и сейчас я вам расскажу, вот надо было с самого начала это начать. Начало начать, скажем так, да. Вообще, сама по себе это было изначально аниме. Я в 2011 году, кажется, оно вышло в 2011, в 2012 где-то так, в 2011, кажется. Я его просмотрела, мне оно так понравилось, но продолжения не было. А про мангу, что-то по мангу тогда еще как бы не создали. Манга как-то позже была. Там еще другая вариация была, ну, это все-таки я решила сделать вот узенькую такую темку. Основная история, основоположник, да, и вот это вот манга. Если вам интересно, я просто ссылку дам, в инфобоксе я ставлю на группу ВКонтакте, посвященную Мадоке, и еще группу, посвященную игре по Мадоке. Вот, можете там полазать, если будет вдруг. Вдруг будет интересно. На самом деле, я совершенно не фанат Мадоке, я вообще ничей не фанат. Скажем так, как сказал вот этот товарищ по Сканлейту, хорошо, что ты, типа, не фанат Мадоке, потому что они вечно из-за какой-то, вообще там элементарной фигни спорят. Я почитала эти комменты, вот там иногда, вот реально из-за какой-то такой вот офигений спорят, и я в афиг впадаю. В общем, я не фанат, я просто любитель, и вот мне тогда очень понравилось это аниме, и в принципе, благодаря нашему ипанисту я стала вот заниматься именно вот этой темой Сканлейта, в смысле, вот именно нашла для себя мангу, тему вот определенную, которую я бы хотела переводить, которую я вот уже перевожу. Изначально история довольно трагическая. Есть такие девочки-волшебницы, которые сражаются с ведьмами. Это вот такая часть, да? Девочки-волшебницы сражаются с ведьмами, чтобы стать девочкой-волшебницей, к ним, к определенным девочкам приходит коллективный разум под названием Кюбэй, на японском. Кюбэ! Это я, когда какие-то моменты японского уточняла нашего япониста, на примере Кюбэ, а у нас с ним немножко такие мелко конфликтики возникают насчет моего перевода, ну, моей вариации перевода, и то, как принято в основном в традиции этой самой Мадокии. Я не к тому, что вот можете прыгать, конечно, потом в комментах, а у тебя хреновый перевод, то есть все, ну, сейчас поймете, если осилите до конца видос, в общем, приходит к какой-нибудь девочке, подростку, Кюбэ, то бишь, Кюбэй общепринятое такое вот, Кюбэй приходит, это такая белая, не то собачка, не то кошечка, не то лисичка, я даже год назад в деревне начала его рисовать там чисто так, но я забыла, как он выглядит, поэтому у меня была только мордочка, потом Наташа из Америки, которая вот у меня в двух последних трансляциях была, я еще писала Наташа с таким сердечком, она мне нашла картинку Кюбэя в Контактике, как раз к моему рисунку, я так удивилась, думаю, надо же, она знает, кто это, такаться и просто этот поисковик выдал на какое-то там мое слово, ну и в общем такая история, сидит какая-нибудь девочка, у нее какая-нибудь несбыточная мечта, к ней приходит вот этот коллективный разум Кюбэй, говорит, хочешь, я исполню твое желание, ну допустим, забегу немножко очень сильно вперед и немножко к другой манге, но все из той же серии, была такая девочка слепая, у нее была еще сестра-близнец, череповку почесала, имя забыла, блин, переводила мангу, имя забыла, ну в общем, судзанная, девочка волшебница, судзанная была такая слепая девочка и к ней приходит Кюбэй и говорит, слушай, я тебе дам зрение, а ты вот исполни там долг волшебницы, это просто пример, вот у вас сидите вы, вы там какая-нибудь сидит девочка, подросток лет 14 допустим, влюбленная в какого-нибудь мальчика, который прикован к постели, и вот к ней является Кюбэй, и говорит, слушай, я исполню твое желание, она очень хочет, чтобы вот он встал с постели, снова играл на скрипке, и всем было счастье, даже если он к ней будет ровно дышать, потому что они типа просто друзья детства, франзола, и девочку у нас зовут Микки Саяко, Микки Саяко, значит, увидит Кюбэя, Кюбэя говорит, вот хочу исполнить твое желание, что одно реально желание исполнишь, да, исполню желание, но вот контракт ты со мной подпишешь, там мелким шрифтом то они все считают, да, и чувствую, что если фанаты будут смотреть меня, они меня съедят за это, не буду скидывать вторую страницу ВКонтакте, этот видос только на одну локину, в общем, она как бы, да, хочу, хочу, ты исполнишь мое желание, ее желание исполнено, она вынуждена теперь сражаться до бесконечности с ведьмами, момент один, ведьмы это бывшие волшебницы, как у нас бывшие волшебницы, в общем, волшебницы становятся ведьмами, у каждой волшебницы есть такой вот кулончик, вообще такой вот кулончик, я его, кстати, тоже пыталась рисовать, оказывается, на том же листочке, где была мордочка этого без ушей, да, такая овальная фигня с глазами и ротиком или носиком типа того, кюбея, вот это вот такой вот кулончик, он называется солгем, я его перевожу как самоцвет души, ну, как бы солгем с английского переводится в вариации самоцвет души, солгем, душа камень, красиво, самоцвет души, так я услышала в переводе, когда первый раз видела вот эту мангу, в смысле аниме девочка-олшебница Мадока, Мадока-магика, традиционность, так вот, название, да, нетрадиционное, не для меня вот так, обычно она его переводит как солгем, в общем, этот самоцвет души, на самом деле самоцвет души, это вот уже вот конкретно девочка переродилась в волшебницу, она, соответственно, получает какую-то непомерную силу, у нее там своя какая-то отдельная магия появляется, и она вот этой силой, благодаря этой силе может там мочить вень, чем будет всем счастье, ведьмы, соответственно, это такие существа, как бы им сначала преподносят этот к Юбэй, которые вот, если человек вдруг случайно впал в депрессию, то на самом деле его к этому подполкнула ведьма, там еще барьер такой специфический, там всякие существа такие мерзкие, но это чисто в дебри, если углубляться, в дебри мы не углубляемся, а иначе вот я сейчас дофига всего скажу, аниме смотреть никто не будет, а моя же цель это отрекламить мангу, которую я перевожу, чтобы люди заинтересовались, пошли считать другие манги, которые уже до хрена переведены или не совсем, и, соответственно, посмотрели это аниме, вообще, на самом деле, аниме 12 серий, потом два фильма, в которые вписали эти 12 серий, потом еще был третий фильм, мангу, по которому наша команда сейчас переводит, это Ребиллион, оно же Восстание, История Восстания, ну, и там вроде как обещают четвертый фильм, но это чисто к фанатам, я как-то не в курсах, помимо прочего, там куча каких-то игр есть, может не куча, может одна, может две, но вот сейчас идет тут конкретно такая Магия Рекорд, Магия Река, Магия Реко, Магия Репорт, Магия Репорт, это малюсенькая такая Юнконка, двух сезонов выпускалась, по-моему, сейчас до сих пор выпускается, я давно что-то на сайт не лазала, и еще вот это вот сама игра, но это вот чисто я к тому, что чего я добиваюсь по рекламе, поэтому выглубляться в ведьм и их сотоварищей мы не будем фамилиеров, в общем, вот ведьма, ну и девочка как бы чисто вот по этому аниме, девочка в какой-то момент получается, что она расстается слегка со своим соулгемом и отдает Богу душу, как так, отдала Богу душу, почему, и тут выясняется, что этот соулгем на самом деле это вот душа этой девочки, впечатанная, вот все это, все тело и душа, это вот маленький соулгем, вот этот самоцвет души, вот этот маленький мизальончик, похожий на куриное яйцо в такой подставочке, а оболочка девочки, это вот то, как ее видят, вот это вот, обычный человек, это уже все пустое, пустая оболочка, ну как бы вот такой маленький нюансик, мелким текстом договоре, непрочитанный, и дальше выясняется, что вот у тебя этот соулгем темнее, ты должна его очистить с помощью, тоже еще такой момент, я просто читала каменты под манги, под мангой, под четвертой главой манги, как раз которую я частично оттайпила в прошлом году, перед Новым годом, как раз 31-го, релизнули, манги, которые переводит наш японист Хадзи, месть хамуры, и вот там был такой момент, что вот почему вы там не перевели грифсит, как именно ядро, не пардон, семя скорби, я перевожу как семя скорби, мне удобнее так, мне кажется, что это красиво, семя скорби, или семя горя, как-то так, допустим, семя скорби, и вот самоцвет души, мне вот так вот красиво, но я просто считаю, что если мы адаптируем мангу на русский язык, то как бы делаем это для русских людей, и какие-то моменты все же надо как-то переводить более понятно русскому человеку, но может не все в английский понимают, поэтому лучше все-таки сделать чуть-чуть, но по-русски, и вот благодаря семенам скорби очищается самоцвет души, но чтобы получить семя скорби, надо девочке убить волшебница, надо убить ведьму, и вот после ведьмы остается вот такой маленький круглочек, как бы на пике такой, как бы с чем сравнить, вот вы одеваете маленькое яблочко на палочку и жарите его, допустим, на костре, ассоциации такие, да, вот примерно такое вот, вот такое вот семя скорби, и вот это семя скорби, если его поднести к солгему, то вот вся скверна, накопившаяся в солгеме, перебирается на семя скорби, все, семя выкидывается, солгем чистый, живи дальше, дальше момент, в какой-то момент, ну не все, допустим, судзуны, она как-то сама ликвидировалась, скажем так, решив кюрубе коллективного разума своей этой энергии, суть в чем, ты становишься волшебницей, в момент, когда тебе совсем все плохо, идет всплеск энергии, которую собирает наш кюрубе, много по всему миру этого кюрубе, потому что он как бы коллективный разум, и да, если его там замочить этого кюрубе, то тут же появляется другой кюрубе, сжирает сам себя, ну что, безосходное производство, и снова заново этот кюрубе, который все в принципе знает, коллективный разум, что, и в общем, как бы, вот девочка, у нее там трагическая какая-нибудь фигня, она не успела вовремя очистить Саулгем свой, или еще что-то, вот Саулгем темный стал, он трескается, и превращается в семя скорби, а девочка становится ведьмой, не всегда человека подобной, чаще всего, вообще черти какой, и вот в этот момент выплескивается много энергии, и эту энергию собирает наш кюрубе, и об этом вдруг внезапно, вот в какой-то момент, чаще всего внезапно, иногда не всегда, узнает волшебницы, ну, естественно, у них там шоу, кто-то там хочет кого-нибудь замочить, кто-то еще что-то, сейчас вот у меня в голове промелькнул кусочек этой Судзуны, это, наверное, будет такое общее видео, а потом, если вдруг что, если я захочу, или кто-то вдруг в комментах напишет, Лёля, продолжение, ждем, тогда я вот скажу про волшебницу Судзуны, вот такая вот трагическая конкретная история, я, кстати, себе тут сделала шпаргалку, сейчас я ее гляну, своим незамутненным взглядом, на всякий случай, вообще тут, слушайте, когда я стала писать, я думала, что у меня как-то так вот этот, кто-то мне прям в руку вложил эти слова, чтобы я это записала, ну, да, я тут, в принципе, все сказала, ну, и что, как вот, стала, соответственно, ведьма, и тут узнается, что ведьма, вот эта бывшая волшебница, ну, у кого-то бывает шепот, и может, то у вас там стать из волшебницы ведьма, ну, в какой-то момент, просто, если вы не очищаете, не всегда очищаете свой селугем, то вот, итог будет то, что вы станете ведьмой, такой вот круговорот в природе, ведьма-волшебниц, и вот основная история, это вот там такой квинтет волшебниц, такие вот девочки, пять штук, сэмпай, трех из них, основных таких, это, то моя мамин, такая девочка с огромными сиськами, любит тортики, бухает чайчик, одинокая в дрыск, потом, значит, ее бывшая подружка, коллега, или как-то так, но они там все, в принципе, коллеги, соперница, или что-то в этом роде, Сакуракёка, очень мне нравится, Сакуракёка, постоянно что-то жрет, в общем, постоянно что-то жрет Сакуракёка, с такими длинными красными волосами, если у вас есть такой парик, то можете мне тоже подогнать, потом, Канаме Мадока, Мадока Канаме, такая девочка, с розовыми волосами, вся такая добрая, белая, пушистая, ничего особо себя не представляющая, но в итоге в аниме наиграет такую конкретную роль, центровая такая фигура, и в общем, ее как раз подружка, тоже волшебница, про которую вначале говорила, это Саяка Микки, с голубими волосами, фактически Мальвинка, с короткой, по-моему, монастрижкой, и дальше уже Аки Мехамура, это девочка, переведенная в класс, вот этих двоих, долго она там болела, лежала в больнице, приходится такая в очочках, божий одуванчик, и она тусит с Мадокой, в какой-то момент там, по всей этой истории аниме, она как бы втюхивается, влюбляется в Мадоку, и лежат они там две, Мадока там помирает, вот Хамура, если б я знала, чем это все обернется, я бы типа никогда этого не сделала, Хамура, спаси меня в следующей моей жизни, и вот Хамура, много-много раз перепрыгивает, через одно временной кусок, в течение месяца, это чтобы совсем уж аниме не переводить на русский, в смысле не рассказывать всю основную суть, чтобы все-таки вы как-то зацепились за эти моменты, я, к примеру, вот Fairy Tail стала смотреть, после просмотра одной серии, по-моему, 175-я серия была, я посмотрела первый раз Fairy Tail, потом меня так зацепила эта серия, что я пошла с самого начала до конца смотреть, я к тому, что может быть вас тоже это зацепит, и вы решите нормально пересмотреть, может у вас какое-то другое мнение сложится, вы решите, Лёля как-то не так рассказала это краткое содержание, на самом деле это все намного круче, или на самом деле это все намного ужаснее, и нам типа не понравилось, ну, скажем так, это я к тому, и в общем, как бы трагическая ситуация, трагическая история, Аки Михамура пытается спасти Мадоку, свою подружку, а тут Йонг Кома, как бы комедия такая, и своего рода это, ну, не то чтобы высмеивается, ну, скажем так, вот какой-нибудь фанат, такой ортодоксальный фанат Мадоки, скажет, да, высмеивается, это такая параша, нельзя такое читать, тем более нельзя такое переводить на русский, скажем так. С другой стороны, девочки-волшебницы не всегда сражаются, и у всех бывают какие-то казусы, и в общем, Манга, Тамура, Хамура, Тамура, 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 параллельные миры иногда пересекаются, это как раз вот о том, что в жизни иногда бывают казусы, что Мадока иногда бывает рассеянная, и забывает, как тебя зовут, и может раз по сто за день спросить, эй, а ты кто вообще такая? Я, Аки Михамура, А, Тамура, Тамура-чан, Сима-мура-чан, в общем, когда я переводила первую главу, я дико ржала. Когда я ее редактировала и тайпила, а потом бетила, я очень дико ржала. Ну, и, несмотря на то, что наш японец говорил, что это совершенно не зайдет Манга, ну, я так поняла, что она очень даже зашла. По крайней мере, на трех сайтах, куда я ее выкладывала, на Мангофуксе, или как он там, Мангохаб, Мангохаб, да, Мангофукс, по-моему, там по-русски нема. В общем, на Мангохабе, конечно, комментов нету. Никаких лайков, никаких дизлайков. Ну, и комментов нету. Вообще, там одинокая группа имени меня, переводчика, никого вообще. На Рид Манге есть комменты, есть лайки. Людям она понравилась. На Мангочан тоже есть комменты. Ну, и, соответственно, еще были комменты, я заливала пару глав группу по Мадоке, саму ВКонтактовую. В принципе, я так поняла, что Манго, в принципе, не только мне понравилась, Манго зашла. То, что ее переводили еще испанцы, я думаю, что она очень сильно зашла. Ну, обычно же только на английский все переводят. Ну, и, в общем, как бы, можно сказать, что это своего рода пародия. И, если вам интересно, то я, конечно же, оставлю ссылки на все вот эти три сайта, какой удобнее на таком и читайте, на эту Манку. Если, как я уже говорила вам, лень ждать улиточку Лёлю, вы знаете, английский, японский или японский, то я просто скину куда-нибудь ссылочку или в комменты, или также в инфобоксе на какой-нибудь сайт, где вот это вот есть. Или вы сами можете поискать, забить хамура-тамура. Ух, я тут 26 минут уже трындачу. Ну, в общем, я так чисто в восторге. Мне очень так нравится. И первая глава там, по-моему, страниц 20 идет. И дальше глава не по 10. И я, конечно, еще попутно одну Манку перевожу. И она тоже из этой же серии, но там совершенно другие герои. Хотя вот эта героиня, она именно в последних сериях, в общем, в аниме она есть. когда там Мадока становится богиней, Мадоками. И всех таких вот очищают от их всякой фигни, чтобы они не стали ведьмой. Ну, это уж совсем вперед забегая. есть там такая манга, легенда о Жене Дарк, девочка-волшебница Тарт-магика, легенда о Жене Дарк. Я ее тоже сократила просто до волшебницы Тарт. Жене Дарк, у меня пока только одна глава в релизе. Там пять томов, по-моему, все пять уже есть на английском, но так как там исторический момент, а я очень что-то люблю, вот такие есть. Видимо, моя любовь в детстве к книжкам исторического плана переросла на перевод манги исторического типа. Вот там, кстати, ну, там реально такая история, вот конкретно средневековье Жен Нодар, то все, ну, и вот девочка-волшебница. В общем, слегка, наверное, сумбурный видос, и надо как бы закругляться, и если вот такая тема вам интересна, и там помимо одного человека анониму создавать, а кому-то это будет еще интересно, то вы мякните меня, подпинайте, и я буду периодически выпускать такие видосики и обновлять плейлист манги-аниме от Лёли, которые Лёля советует. Всем спасибо за просмотр, и пока.